ГТО – тихо оттол до працы и обороны. Советская программа физичной и патриотичной подрыхтовки молодей отражается прасбольшим 20 годов забыття. Инициатор – Брестский городский комитет БРСМ. Юрий Пешур расскажет подробязней. ГТО была программой физичной подрыхтовки и патриотичного выхования насельництва. Денежала во всех учебных установах, прационных коллективах и Узбройных силах Советского Союза. Удел, сдачный норм ГТО, был вельми популярным. Исновали и узнагороды – серебряные и золотые значки, отримать якие мкнулись у все удельники. На початку 90-х минулого ста годзе об усім гэтым забылися. И вось прасбольшим 20 годов Брестский городский комитет БРСМ выросил отразить популярный неколи комплекс ГТО. Акция вызвала большой интерес у молодежи. Многие задумались, насколько они физически развиты. Посмотрели нормативы, сравнили со своими личными результатами. К сожалению, не такое большое количество согласилось принять участие в соревнованиях, но 20 молодых людей пришли сегодня на грибной канал и сдают эти нормативы. У комплексе 8 спортивных дисциплин. Першими отразить былую традицию городским комитете БРСМ отгукнулись околят 20 человек. Если честно, первый раз принимаю участие в таком мероприятии, но я привержен нездорового образа жизни, поэтому, когда предложили поучаствовать, я с удовольствием согласилась. Ну а ГТО что слышала раньше? Честно говоря, ничего не слышала. Первый раз участвую, вот такой мой первый раз. О нормах ничего не знала, но просто знала, что существует такое понятие, и в целом что это такое. То есть только вот такие базовые какие-то знания. Ну а сегодня что получилось? Ну, относительно неплохо. Безумовное отражение подобных комплексов могло посприять жаданию молодежи займаться больше активной физической культурой и спортом. Юрий Печур, Катерина Страхат, Игра Накопян, областные новины, Брест.